Микс Ньюс. Добрый день, здравствуйте, уважаемые слушатели. Как всегда, по вторникам мы встречаемся в это время с председателем правления консультационного совета собственников квартир Сергеем Сидорко в программе «Добро пожаловаться». Здравствуйте, добрый день. Доброе утро. Доброе утро. Олег Пек сегодня проведет эту программу, и вот мы в наших прошлых встречах, да, действительно заметили, что люди стали задавать вопросы, которые касаются прав и обязанностей собственников земли, поскольку мы сталкиваемся вот с парадоксальной ситуацией, когда смешанная собственность стоит, дом на земле, который принадлежит владельцу земли, ее вернули, и возникают такие спорные конфликтные ситуации, и сегодня вот мы хотели поговорить на эту тему. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефоны прямого эфира. Вы можете также писать ваши вопросы по ходу эфира на номер 2-3-0-6-1-9-1, 2-3-0-6-1-9-1. Ну и, наверное, о том, как все-таки сейчас обстоит ситуация с необходимостью платить ежегодно, какую сумму вот собственнику земли. Ну, сейчас ситуация, по-моему, до предела и обострилась, и прояснилась. Есть решение Верховного суда, который говорит о том, что независимо от того, есть управляющие компании, полномочия от собственников квартиры решать вопросы земельного участка, аренды земельного участка, нету. Управляющие, независимо от того, какая форма управляющей компании, кооператив, товарищество, коммерческая организация, неважно кто, они должны немедленно подчиниться требованиям хозяина земли. Это первое. Ну, или договориться, если хозяин земли договороспособный, но это достаточно редкий случай. Либо следовать требованиям закона платить арендную оплату, и сейчас ставка составляет, установленная законом, 6%. А все разговоры о том, что она будет снижаться? А это все осталось в прошлом. Ну, Сайм сделал, как я могу сказать так, невероятное для себя усилие, принял закон о том, что арендная ставка, учитывая то, что хозяин земли не несет никакой нагрузки и никаких вообще затрат по содержанию своей собственности, по ее усовершенствованию, улучшению, то Сайм вроде бы принял такой закон о том, что постепенно максимальный размер арендной ставки снижается с 6 до 3%, но владельцы земли подали в суд, и Конституционный суд признал, что да, законодатель имеет право ограничивать процентную ставку, с этим суд согласен, но в то же время он считает, что вот именно такая шкала, считал, что такая шкала, которую предложил Сайм, но она, скажем, недостаточно изучена, в общем, последствия для всех сторон и так далее, какая-то такая формулировка, и был дан год Сайм, чтобы доказать, что их решение было обдуманным, продуманным и взвешенным. Но Сайм успешно прошел мимо этого, и с мая месяца все, кто находится, все собственники квартир, которые находятся на, дома которых находятся или связаны каким-то образом, с хозяйской землей вынуждены платить опять 6%. При том, что на них по умолчанию, я повторяю, не по закону, а по умолчанию, просто вот так вот по умолчанию возложена обязанность полностью содержать эту землю и находящуюся на ней инфраструктуру. То есть, если на ней находятся тротуары, дорожки, элементы благоустройства, трава, все это должно быть ухожено, все это должно быть покошено, все это должно быть вычищено, все за счет собственных квартир, плюс собственных квартир за все это удовольствие должен еще заплатить хозяину. Хозяин земли 6% от кадастровой стоимости, которая, как я понимаю, в 2021 году будет отпущена. И здесь еще предстоит достаточно большой финансовый шок, как только будет отпущена кадастровая стоимость. Хотя нас кормит сегодня обещание то, что будет рассмотрено какое-то зонирование, зеленая зона, не зеленая зона. Я думаю, что все это бесполезно будет, только хуже. То есть, получается, что нужно готовиться к худшему варианту, и закон стоит на стороне собственников земли? По крайней мере, закон не может преодолеть аппетиты собственника земли. Я могу совершенно четко сказать, что это стало уже в городе Виге, по крайней мере, достаточно доходным бизнесом, пока, по крайней мере. Есть несколько компаний, которые скупили у разрозненных исторических собственников участки земли, на которых находятся многоквартирные дома, и сейчас действуют по самому жесткому, пытаются действовать по самому жесткому варианту. Что еще усугубило положение собственников квартир, это, может быть, так, ну, немножко сложно звучит, но до позапрошлого, по-моему, года споры с собственником земли о размере арендованного участка производились в гражданском суде. И гражданские суды в поле гражданского законодательства, и гражданские суды, они, в общем-то, рассматривали аргументацию собственников квартир и достаточно много. Товарищи кооперативов, по крайней мере, то, что мне известно, выиграли споры с собственником земли и сократили принудительные навязываемые им размеры земельных участков. Сейчас, опять-таки, переиграли законодательство, сейчас размер земельного участка, споры о размере земельного участка не находятся, перевели в плоскость административных споров. И, допустим, в Великой Думе создана некая там программа о том, что сейчас будут пересматриваться все границы земельных участков с точки зрения, потому что здесь тогда надо вернуться к вопросу, а что мы арендуем? Ведь понятие земли – это понятие некой идеальной поверхности. То есть идеальная площадь, которая отягощена только деревьями. То есть только деревья имеют там или водные, весомцы имеют связь с этой землей. А все остальное – это является инженерное сооружение. Дороги – это не земля, это инженерное сооружение, тротуары – это то же самое. Если проходят какие-то теплотрассы или какие-то другие коммуникации, то это тоже сервитуты, которые на земле. То есть сегодня мы арендуем некую идеальную поверхность и платим за это совершенно не идеальные деньги. Скажем так. Я могу привести случай своей практики, поскольку у нас тоже дом стоит частично на хозяйской земле, и это парадоксально, что платит весь дом, даже та часть, которая не стоит на этой земле. И во дворе стоит некое инженерное сооружение в виде, я не знаю, как бассейна, куда спускаются ступеньки. И предполагалось ли это, что это будет какая-то игровая площадка? Там просто каменная поверхность заасфальтированная, и она ограждена, потому что там она уже приходит в разрушение, и в принципе весь дом платит за землю, хотя использовать эту поверхность абсолютно невозможно ни в каком виде. Ну, а вот здесь и вопрос в том, а что мы арендуем? Ведь когда нам навязывают или нам говорят, что вы должны арендовать участного собственника, нам говорят, что каждому дому должен прилежать функционально необходимый участок земли. И размеры этого участка определяются по очень многим параметрам, в том числе должно быть обеспечено определенное количество парковочных мест. Подъездные пути, значит, далее какие-то зеленые зоны, какие-то зоны отдыха, то есть благоустройство. То есть, если бы мы арендовали, допустим, если бы аренда шла не об аренде земли как идеальной плоскости, а об аренде функционально необходимого участка земли, или если бы у нас для нормального функционирования дома не хватает земли, мы должны были привязать бы вот этот участок у хозяина, а хозяин бы в соответствии с планировкой функционально необходимого участка земли благоустраивал бы, ну, все понятно тогда, что ты арендуешь. Ты арендуешь, собственно говоря, необходимую функцию. Сейчас получается так, ты арендуешь идеальную плоскость, если то, что находится на этой идеальной плоскости, не соответствует тем функциональным задачам, которые должна соответствовать. Ну, допустим, у меня вот сейчас есть прекрасный пример. У меня 12-этажный дом стоит на участке сопряженного с трех владельцем. Значит, недалеко от дома идет линия высоковольтных передач, вдоль дома идет дорога, у дома есть небольшой карман подъезда, и за домом находится заросшая зеленая зона. Такая вот, ну, дикая просто джунгля. Значит, что получается? Это нарезаны участки так, что вся дорога, проезжая часть, которая проходит мимо дома, принадлежит другим домам по собственности. Значит, соответственно, стоять там эти люди не могут. То есть, у них есть кармашек на две машины и тротуарчик для подхода к дому. Это все благоустроенные коммуникации, какие есть. Дальше. Участок, который принадлежит самим собственникам квартиры, это участок земли, такой клинышек, который был никому не нужен под линией электропередач, людям отдали. И плюс еще два участка заросшей земли, которым тоже нет никаких подходов особенных, это принадлежит собственникам квартиры. Вернее, извините, хозяевам земли. И вот сейчас, в Редческой Думе, когда мы пошли туда с просьбой пересмотреть, ну, сократить, во-первых, мы сокращали через суд размеры аренды, потому что, ну, безумие арендовать землю под линией электропередач, потому что хозяин, который купил эту землю, он же видел, что там линия электропередач. Значит, он думал как-то об использовании, но он думал, видимо, о том, чтобы, ну, содрать деньги собственника в квартиру, будем говорить откровенно. Ну, мы отбились через Верховный суд, мы отбились от этой земли. Но сейчас, когда мы пришли в Редческую Думе, он говорит, ребята, у вас должны быть там 20 парковочных мест, у вас должна быть там игровая площадка, у вас там дом. И все это, значит, вам надо вернуться опять к тому размеру земли, который у вас был, типа, изначально, благоустроить, еще получить разрешение хозяина земли, а зная там это юридическое лицо, которое представляет определенные физические лица, они за спасибо тебе ничего не разрешат. Они за все еще потребуют дополнительных денег. Благоустроить, и тогда после этого эта земля еще раз поднимется в кадастровой стоимости, и мы будем сами себе накручивать цены. То есть, здесь ситуация практически тупиковая. То есть, получается, мало того, что за счет хозяев квартир эта земля будет благоустраиваться, и тем самым они, как ни парадоксально, еще действуют себе во вред, потому что они поднимают кадастровую стоимость земли и будут вынуждены платить еще больше денег. Да, совершенно верно. То есть, ты ее обустроил, и ты же еще и в результате... Чем больше ты будешь благоустраивать свой дом, чем больше ты будешь благоустраивать окружающую среду, тем выше будет кадастровая стоимость, и тем хуже будет тебе самому. Ну, прекрасный механизм. Абсолютная совершенно ситуация. Прекрасный механизм, который заложен здесь. И я бы сказал, что я не вижу даже каких-то попыток решить этот вопрос. Не вижу даже каких-то попыток решить этот вопрос. То, что сегодня ставка в чистом виде 6% годовых, она позволяет за 15 лет вернуть начальную стоимость кадастровую, я подчеркиваю, не покупную, а кадастровую. Покупались эти земли явно по более низким ценам. То есть, вернуть каждые 15 лет, ты возобновляешь, приумножаешь свой капитал. Ну, где еще такой бизнес найти? Ничего не делая при этом. Вообще ничего не делая. – Да, действительно, это ситуация какая-то очень странная. Ну, и поэтому и понятно, в общем-то, земельное лобби людей, которые хотят сохранить всю эту систему в неприкосновенности. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вот вы спрашивали, мы отвечаем на вопросы, что могут, какие права владельцев земли. Здравствуйте, доброе утро. – Доброе утро. – Доброе. – Я бы хотела поинтересоваться таким вопросом. Скажем, ситуация такая. К дому привязан определенный, ну, необходимый функциональный участок земли. Рядом проходит магистральная улица. И на тротуаре этой улицы находится, встаем по такси. И вот теперь жителям этого дома, алло, необходимо платить, вернее, все это чистить, убирать и за это оплачивать из своих средств. Все. Есть ли возможность заставить платить Рижскую думу и убирать этот участок, если ведут хозяйственные деятельность на этом участке, скажем, таксисты, а не платить жителям? Как вы считаете? Можно вот этот вопрос решить? – Спасибо. – Дуберич, во всяком видимости, идет о так называемой прилегающей публично используемой территории. То есть есть граница земельного участка. У нас есть в Риге такой парадокс. Когда у вас есть земельный участок, и от границы земельного участка до дороги магистральной улицы есть еще какой-то промежуточный участок земли, который, как правило, принадлежит муниципалитету. И Рижская дума додумалась до того, что собственник прилегающего участка земли обязан чистить до магистрали. То есть содержать эту дорогу до магистрали. Было много споров, было много попыток опротестовать. Я помню выступление господина Америкса здесь по радио, который говорил, что это очень справедливо, это хорошо, ведь все же пользуются. Пускай этот десяток человек, которые живет в этом доме, обрабатывают достаточно большие участки земли. Потому что есть парадоксы, когда дом стоит на углу, и с трех сторон у него прилегающие участки. То есть были случаи, там подавали в Конституционный суд, когда размер собственно земельного участка собственника гораздо меньше, чем прилегающие территории. Но наши политики городские считали, что это все окей, это все справедливо. Попытка пройти через Конституционный суд закончилась тем, что последняя попытка тем, что если прилегающая площадь прилегающего участка составляет половину и более основного, то Рижская Дума должна принимать в этом какое-то участие. Какое не оговорено. Скорее всего, здесь надо было бы этот вопрос, который задал радиослушница, разделить на два момента. Это прилегающий участок, тогда извините. Вот автобусные остановки в правилах описано, что за автобусными установками ухаживает Дума, а вот за тротуаром тот, кому положено за прилегающим смотреть. Значит, я думаю, сейчас с остановкой такси будет такая же ситуация. Если остановка такси находится в границах вашей земельной собственности, это вопрос немного другой. Здесь можно потребовать перенести эту стоянку с вашей земельной собственности, если она находится в границах вашей земельной собственности. Ну что же, я вижу, что есть еще звонки, просто мы сейчас должны будем сделать небольшую паузу, после чего вернемся в студию. Перезвоните сразу после того, как мы вернемся в студию. Продолжается программа «Добро пожаловаться». Приседатель правления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко в нашей студии. Вот у нас разрываются телефоны, мы говорим сегодня о земельных собственниках, о смешанной собственности, когда многоквартирные дома стоят на земле, которая принадлежит хозяевам. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро. Я очень надеюсь, что ответят на мой вопрос, потому что на хозяйской земле стоит одноквартирный дом. Значит, в прошлом году мы по суду выносили были выплаты за 10 лет, как бы, за этим числом аренду, но это длинная история. Вопрос такой, может ли хозяин земли продать из нас под нами землю? Исходя из общей практики, полагаю, что может. Если у вас не заключен договор или каким-то образом ваше право первой руки не зафиксировано в земельной книге. Потому что есть такое понятие право первой руки, оно достаточно сложное, но если вы их без вашего согласия совершенно точно можете продать, вы можете попытаться с ним договориться о том, что если он соберется продавать, то у вас будет право первой руки. То есть вы будете должны ответить, он должен будет предложить вам первому выкупить эту землю, но на его условиях, как я понимаю. Но в мое понимание право первой руки достаточно примитивное. Я не консультант в этом вопросе. Еще вот один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. В. В. Хирия. Алло. Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот землевладелец под нашим домом подал на нас суд за то, чтобы мы заключили с ним договор на бессрочный срок и с фиксированной оплатой аренды в 6%. Что мы можем сделать в данном случае? В данном случае вы можете заключать договор, а можете не заключать договор. А будете платить вы 6% с момента, когда у него появились права собственности на этот участок? А на каком основании он подает на нас в суд, вот с таким вот, предлагая вот такой договор заключить? Ну а какого? Вы понимаете, договор это договоренность между двумя сторонами. Если вы закон предусматривает так, что вы можете заключить договор и оговорить в нем условия аренды. Если вам удается вести переговоры, допустим, у меня бы в практике были несколько... Нет, не удается вести переговоры. Не удается, значит, вы тогда должны платить ему 6% по закону. И поэтому есть уже определение Верховного Суда, ему даже заботиться о договоре не надо, может быть, что-то там еще что-то у вас есть в этом споре, но на самом деле, может быть, вы еще спорите о размере земельного участка, это я не знаю. Нет, он только земельный участок у вас определен, который вы должны арендовать, и он говорит, что нужно платить 6%. Мы так и платим, но он хочет бессрочно, как говорится, бессрочно, самое главное, вот что о чем я сказал. Ну а вы хотите поставить конечный срок, а что значит срок? Концом вашей аренды... Мы раньше платили ежегодно, да, срок, то есть договор заключался ежегодно, понимаете, перезаключался в зависимости от катастрофы стоимости, якобы вот Дума, там, когда дает окончательную сумму катастрофы стоимости, и тогда заключался договор. А теперь она вот, так как я так понимаю, что пытаются, значит, править, ну, самоправление, или как сказать, Рижская Дума освидеть размер катастрофы стоимости, поэтому она стала подала в суд. Ну, вопрос вы немножко неправильно трактуете, на мой взгляд, потому что в законе сказано четко, что вы должны ежегодно платить 6% от катастрофы стоимости. Да, катастрофа стоимость, но катастрофа стоимость сейчас заморожена законодательно до 2020 года, вроде бы ее продлили заморозку до 2021 года, а с 2021 года тогда будет пересмотр катастрофы стоимости, но вы все равно по закону будете платить 6% от той катастрофы стоимости, которая будет актуальна на текущий год. Как часто она будет пересматриваться, я не знаю. В данном случае, видимо, смысл для хозяина земли заключения договора находится что-то другое. Там, может быть, он хочет занести этот договор в земельную книгу, что... Да, это может быть, да, может быть. То есть там надо смотреть на другие правовые аспекты. Понимаете, есть определение Верховного суда, которое говорит, что если есть раздельная собственность, и у вас, вы обязаны, вернее, управляющая компания, я понял, у вас РНП, должна была либо заключить договор, либо платить ему 6%. То есть управляющая компания. А уже вы должны платить управляющей компании те же самые 6%. Значит, там предмет спора и рассмотрение в суде немножко будет другой. Для этого судиться не надо. Значит, скорее всего, там либо оспариваются размеры аренды, либо хозяин земли хочет разорвать предыдущий договор, что, скорее всего, вероятно. Потому что, если в свое время, допустим, управляющей компанией удалось заключить договор, ну, скажем, ну, условно говоря, под 4,5% годовых, либо с какими-то более такими, ну, простыми условиями для вас, то сейчас расторгнуть такой договор можно только через согласие сторон или через суд. Вот, скорее всего, вы ищете другие правовые основы. Но то, что вы озвучили, это не является предметами спора на сегодня. Хорошо, спасибо. Спасибо. А если вот получается, что управляющая компания, она является таким, ну, я не знаю, буфером между собственником земли и владельцами квартирного дома, да? А если вдруг возникают, ну, например, долги, или кто-то там уехал, или кто-то не платит вот эти проценты, то есть это возникает... Тут очень интересно, все построено в пользу собственника земли, потому что на самом деле как бы управляющая компания не является никаким не буфером, ее вообще не сбоку припеку. Она стоит, она оказывает услуги, она оказывает услуги, но, допустим, представим, вы купили автомобиль, автосервис сделали, в лизинг купили автомобиль, а автосервис сделали, в котором вы обслуживаете, сделали ответственным за то, чтобы вы платили лизинговые платежи, то есть автосервис должен безакцептно заплатить за вас лизинг, а потом он должен с вас требовать. Если вы не заплатите, то проговит автосервис. В то же самое положение сейчас находится управляющая компания. Собственники не давали ей поручения, суд сказал, что это не нужно. Значит, компания управляющая, что значит управляющая компания? Она обслуживает не один, а десятки, сотни домов, а, как и в случае РНП, тысячи домов. И очень много, достаточно большое количество домов стоит на хозяйской земле. Там есть неплатежи? Конечно, есть. Есть банкротство, есть невозвратные платежи, то есть невозможно востребовать? Конечно, есть. Что это ложится? На управляющую компанию. Ну да. А откуда она возьмет деньги? Это уже вопрос никого не волнует. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Добрый. У меня такой вопрос. А как вот в соседних республиках, в Литве, например, в ГДР тоже было советское хозяйство, а как у них насчет земли? А у них не было возврата земли. У них не было вообще притензий. А у них не было в ГДР вообще там, по-моему, немножко другой механизм. А то меня, например, в Литве интересует. В Литве нет возврата земли, не было возврата земли. Допустим, в городе Вильнюсе, я вам отвечу, вся земля принадлежит муниципалитету. И вплоть до того, что на сегодняшний день муниципалитет убирает прилегающие территории, то есть это обязанность города. И вся земля, и это более разумное решение, на которое можно остановиться отдельно. Почему где-то лучше, чем... Почему же наши политики не возьмут пример с Литвы? Они уже взяли пример самих себя любимых и в свое время отдали самим себе землю назад. Ну вот теперь послушайте. У меня друзья с Литвы приехали. У них если дом стоит в Литве, этот государственный или какой-то частный дом, то земля под домом считается этого дома. Ну, под домом земля немножко непонятный термин. Давайте так. В Вильнюсе, насколько я знаю, вся земля принадлежит муниципалитету. И отдано не в собственность, а в пользование. Теперь они пытаются передать эту землю в пользование. Ведь вы представьте себе, что будет со временем с городом Риги, который порезан на клочки частной земли. Причем у каждого клочка с земли в несколько тысяч квадратных метров до ста собственников. Но так кажется, в законе есть такое, что прямые наследники, а тут уже перекупщики пошли. Да, уже давно перекупщики. А по закону есть прямой наследник. Почему и началась такая черма? А теперь перекупщики скупают землю и с нас берут деньги. Ну и прямые наследники тоже ничуть не хуже. Ну и хуже. Конечно, будут задирать. Но понятно. Но потому что мне Литва интересует совершенно другое понятие. Вильнюс особенно. Ладно, спасибо большое. Спасибо вам. Еще раз повторюсь, в Вильнюсе вся земля принадлежит муниципалитету. Там раздельная собственность существует по-другому. Земля принадлежит вся городу. На ней стоят и отданы в пользование тем домам, которые на ней стоят. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вот если у вас есть вопросы, мы сегодня разбираем действительно вопросы с землей. Пожалуйста, звоните. Добрый день, пожалуйста. Ваш вопрос. Добрый день. Добрый. Если вы поймете мой вопрос, задайте, пожалуйста, консультацию. У нас дом Межсенсе расположен внутри территории. Дорога очень широкая. Мы сейчас сделали стоянку, поставили знаки. Ну, в продолжение нашей дороги есть кусочек, где другие собственники. Так как все автостоянки закрылись и сделали геопарки, то кто со всех домов, где-то машин 50, сейчас ездят туда и ставят машины. Днем ставят те, кто в больницу Гайлезер приезжает. Я обращалась у Рига с нам с просьбой закрыть эту территорию. Я обращалась к частному, к частнику. Короче, как сделать, чтобы доступа для стоянки машин там не было. Ну, насколько я понял, то есть, относительно своего участка земли, они решили вопрос с парковкой, есть чужой сопряженный участок земли, где с парковкой вопрос не решен. Ну, ответ очень простой. За организацию движения, конкретно стоянки, вот такой, как описан здесь, отвечает собственник, не отвечает, а имеет право вообще распоряжаться этим вопросом с тот собственник земли, к которому прилегает, или на территории которого находятся эти парковочные места. Так что здесь добрая воля тех собственников или авендаторов, потому что если земля та, которая говорит, радиослушница частная, то это единолично решает владелец земли ставить или не ставить знаки. Ведь знаки ставятся тоже там по определенной процедуре. Владелец земли принимает решение, после этого разрабатывается проект, после этого производится согласование его в соответствующих инстанциях, знаки легализуются, после этого устанавливаются. То есть, это не так просто. Я хочу ответить нашей слушательнице, которую прислала на WhatsApp, вот на номер, который заканчивается на 484. Здесь очень, ну, немножко туманно у вас сформулирована сама проблема. И, опять-таки, вот здесь с правом первой руки, вот вы пишете, что вмешалась Дума в сделку по продаже земли. То есть, я так понимаю, что здесь и маловато информации, и это, наверное, скорее всего нужно с юристом будет вам, ну, обратиться к юристу, потому что, ну, здесь мы не решаем такие вот юридические тонкости, а разбираем вот ситуации с, ну, конкретной ситуации с раздельной собственностью. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, у нас буквально есть еще минут пять для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Но вот получается, что это ситуация, в которой никто не заинтересован в ее разрешении. То есть, она тянется, а получается ведь ситуация может, ну, в какой-то момент обостриться, потому что у людей может, ну, поскольку ситуация экономическая тоже не самая лучшая, то есть, самые малообеспеченные, скажем, вот в этих многоквартирных домах обычно живут малообеспеченные семьи. А что будет дальше, вот если вдруг возникнет все больше и больше таких ситуаций, что не смогут справляться с выплатами? Это в первую очередь приведет к очень большим проблемам, особенно маленьких, для управляющих компаний. Если вдруг у населения резко сократится платежеспособность, то, значит, соответственно, будут какие-то платежи по приоритетам установлены. Наверное, я могу предположить, что управляющая компания все-таки будет стараться поддержать воду и тепло в домах, и электричество, нежели в собственной экоземле. Значит, возникнут долги, ну, а дальше пойдет все по цепочке. Дальше хозяин земли может подать просто в суд и арестовать счета в управляющей компании. Это будет удар по всем домам, и дальше непредсказуемая ситуация. Дальше она может зайти в очень такой серьезный тупик, потому что, на самом деле, даже и крупная компания, так как РНП, у них и количество домов, которые находятся в аренде. Поэтому здесь вопрос задирания цен, он очень и очень опасен. Ну, и кроме того, я хотел еще сказать, что вообще, по-моему, на мой взгляд, чем больше я обсматриваюсь в этой ситуации, тем больше, мне кажется, вообще крайне вредным то, что земля в городе Риге выдана в частные руки. Я не имею в виду здесь даже индивидуальных собственников, о которых мы говорили, но в том числе и в коллективную собственность собственников домов. А если ты смотришь, ведь наш город и наши микрорайоны в свое время планировались так, чтобы обеспечить функциональное функционирование домов, но, исходя из того, что все было общее, значит, были общие стояночные места. То есть группа домов, у них свой паркинг, у них общий двор, у них общий мусоросборник. Ну, скажем так, все было общим. Сейчас перевезли землю так, что одному дому остался паркинг, другому мусоросборник, и они выгнали всех остальных эти мусорники, сейчас у нас распиханы, везде под окнами домов стоят. Третьим досталась зеленая зона, из которой они тоже пытаются вытеснить понятие. То есть сейчас вообще, в принципе, вся эта планировка, она была сделана, на мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу по порциям, при помощи линейки. То есть бралась линейка, и полоса шириной 2 см, несмотря на масштаб, проводилась вдоль, потом поперек, и вот таким образом навязались куски. Поэтому я на примере своего кооператива вижу абсолютно логичные землеустройства. То есть, ну, скажем, один из пяти домов, которые стояли в группе, у которых была общая инфраструктура. То есть была общая площадка приема мусора, было общих две больших автостоянки, был общий двор. Сейчас у одного из домов осталось ни одного стояночного места, потому что у них проезжая часть, и там ставить машины нельзя. То есть они граничат. С другой стороны, узенькая полоска земли, которая граничит с детским садом, там тоже ничего не сделаешь. Все. А остальным досталось все остальное богатство. И вот как этим распоряжаться? Тем более, если мы сейчас хотим при доме организовать стояночные места, то кроме, скажем, организационных сложностей, есть еще колоссальные финансовые сложности. Потому что как только ты скажешь, что ты хочешь сделать парки места, то сейчас выкатят. Ты должен переделать план благоустройства земель, но очень дорого. Следующее, ты должен на стояночные места обеспечить соответствующим количеством каких-то стоков, оттоков. Сами помню. И тебе накрутят стоки сейчас на это дело, что ты никогда не сделаешь эти стояночные места. Мы загнали вопрос в тупик земли. А вот еще один, наверное, такой тоже вопрос, который многих волнует. Если вдруг собственник земли предлагает многоквартирному дому выкупить эту землю. То есть он говорит, хорошо, давайте, ну вот, как в этой ситуации решается вопрос? Потому что ведь, например, кто-то готов на это пойти. Какие-то собственники, ну вот, квартир скажут, ой, у нас не хватит денег выплачивать. Ну вот, брать, это надо брать ссуду в банке. Это, ну, опять-таки, очень-очень... Тут вообще мрак. Юридически тут для меня мрак. Потому что если речь идет о функционально необходимом земельном участке, и если собственник земли предлагает, и условия, допустим, сами финансовые условия, ну, скажем, большинство устраивает, то, если этот покупок земельный участок покупать в общую собственность, то есть в идеальные доли, то должно быть стопроцентное согласие, которое юридически должно быть закреплено какими-то нотариальными решениями, договорами о будущем распределении идеальных долей. И там юридическая процедура оформления, она вообще туманна до невозможности, и вряд ли когда-нибудь можно достигнуть стопроцентного согласия, тем более через нотариуса, потому что на самом деле всегда в каждом доме есть свой Вася, который голосует, или Янис, который голосует против, потому что все за. Просто вот установка у человека такая, и в каждом доме есть такой человек. Это первое. Второе, то, что я видел, и попытки, и такие сделки делаются, да, но в этом случае большинство, которое решает, что оно будет выкупать эту землю, что является в принципе разумным шагом. Оно в этом случае создает бедрибу и выкупает эту землю бедриба, то есть товарищество. Товарищество при этом может наверняка такие крупные сделки без заимствования банковского не пройдут, значит, нужно банк, а в этом случае банки финансируют бедрибу, залогом является земля, но в этом случае те, кто не хотят выкупать и участвуют в покупке, будут платить ту же самую ренту, 6%. То есть здесь, получается, меняется такой индивидуальный собственник на коллективную, но он, конечно, будет стараться свои деньги вернуть назад. И вообще вопрос потом передачи от этого товарищества в общую собственность дома, это должен быть какой-то отдельный юридический пакет законов. К сожалению, у нас вот время завершилось программы, но я думаю, что в последующих наших встречах мы будем продолжать принимать ваши звонки и разбирать эти ситуации. Председатель отправления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко был сегодня в нашей студии. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok